запись пошла основу решения диффравнений частных производных но я тут слышал что кое-кого возникли проблемы при решении обыкновенных дифференциальных уравнений значит тогда следующий раз 1 1 1 1 нет значит тогда давайте мы отклонимся и посмотрим как решать обыкновенные дифференциальные уравнения в том числе и стахастические дифференциальные уравнения есть ли никто не против согласовано что ты разбираешься не видеть не повер Настя, мне сегодня вы очень нужны будете. Прямо там? Поехали. Поехали. Спасибо. 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 Ну, значит, с самого простого начнем, с любимого Настяного уравнения Лапаса. Ну, пример самый простейший – это стационарное распределение температуры. Тут может быть все, что угодно. Стационарное, потому что нет времени. Только пространственные координаты. Ну, и, соответственно, вот такое частичное уравнение. Можно его однородное. Бывает такое уравнение. В данном случае неоднородное такое уравнение. Омега – это область, на которой забыл. Итак, у нас, как вы помните, три условия есть. Поэтому мы зададим сразу все три условия, чтобы интереснее положить. Первое условие – это у нас на саму функцию. Соответственно, будем считать, что температура задается. Второе условие – это на производную. Это поток тепла. Будем считать. И третье условие – это когда ее функция, ее производная. Это называется условие теплопередачи Ньютона. И его мы тоже зададим. Соответственно, вот у нас три таких чудесных условия заданы. Первое, второе и третье. Вот такая не совсем симпатичная, но простая зато область квадратно-гнездовая. И, соответственно, мы ее рассматриваем. Если у нас раз три условия – один, два, три, то мы на разных границах зададим эти три условия. При этом получается, что у нас первая граница состоит из двух частей – гамма-один-один и гамма-один-один-один. То есть у нас на торцах температура фиксирована. Снизу, скажем, подогревается. Кастрюлька – это кастрюлька на плите. Снизу поток. Тут фиксировано. И сверху у нас и температура. Конвективный теплообмен с внешней средой. Очень умно, очень умно, да. Естественно, вы помните, что поскольку у нас метод конечных элементов, то там мы должны использовать слабую фамилируку задачи. Ещё раз помню. Почему? Потому что у нас решение происходит в базовых функциях, а базовые функции у нас плохие. Но, по крайней мере, ни одна на c2 не тянет. У нас они максимум кусочно-непрерывные или кусочно-дифференцированные. То есть даже нельзя сказать, что они полностью c1, а не кусочно c1. А c2, естественно, даже нет слова, поэтому мы должны слабую формулировку сделать. Естественно, если вы используете штучки для решения конечных элементов типа ансиса, которые стоят как чугунный мост, то он сам за вас сделает эту работу. Ну, не потому что он такой умный, а потому что в нём куча зашита вариантов. Вы выбираете и он его решает. А тут у нас нет ансисов, мы сами это делаем. Ну, как? Естественно, домножаем на некую функцию произвольную V и интегрируем. Интегрирование – это всегда хорошая вещь. То есть у нас есть дифференцирование. Дифференцирование всегда ухудшает функцию. Интегрирование всегда улучшает функцию. Улучшайзер. Естественно, интегрируем по нашей области. Область у нас двумерная. Тут у нас есть формула Грина. Ну, формулу Грина вы знаете. Первую или вторую? Вы знаете, есть одна формула Грина. Область и граница области. А вот для студентов, чтобы им голову забить, им расписывают разные для разных типов областей и для разных типов границ. На самом деле, эта формула выглядит так. Дифференциальная форма по, значит, интеграл от дифференциальной формы равен этому же интегралу, но когда дифференциальная форма берется по границе. То есть... Дмитрий Сергеевич, я не спорил с тем, что она одна. В учебниках по матфизике их пишут иногда две. Вы знаете, я не знаю учебников по матфизике. Почему? Потому что матфизика – это то, что я пишу, а не то, что вы читаете в учебниках. Технок Самарский. Забудьте. Это, знаете, как его... Древность. Это как у нас матан учат по книжкам в середине 19 века. Ну, смешно же, да? Дидоне в 50-х годах написал свой матан. И кто его преподает? Ну, кроме независимого Московского университета. Вы даже Дидоне не читали? Я такую фамилию не знаю. Ну, это... Отец Бурбаки. Ну, потому и не знаю. Бурбака. Бурбаки. Ну, про него этот анекдот-то. Вы помните, как его выгнали из Бурбаки-то, да? Он написал кусок, ему дали написать кусок определенный. Они, когда кто-то напишет, они сидят, обсуждают. Он написал, естественно, сделал несколько экземпляров. На всех, что было, 12 экземпляров сделал. Один себе и 11 другим людям. Достаточно толстый получилось. Тогда все это на машинках печатали, а формулы красиво от руки вписывались. И вот он, представьте, на 12 экземпляров... Труд. Труд, да. Раздал. И тут, значит, один встает, говорит, что это полнейшая ерунда. Берет и кидает в камин. И все остальные встали, кинули в камин. Он в шоке, думает, ну, пойду к себе в кабинет. Поплачу над последним экземпляром. Заходят в кабинет, а там горстка пепла от последнего экземпляра. Смешно? Нет. Совсем не смешно. Вот так вот. Вот мы взяли и разбили средний кусочек. Вот у нас кусочек на границе. Мы для удобства разбили на все три границы. Ну, еще раз, эти вот три границы типа, это, конечно, для того, чтобы увидеть, как все это будет решаться. Ну, и теперь нам нужно все это учесть, граничные условия, которые нам заданы, чтобы загнать их внутрь нашего уровня. Значит, вот краевое условие на гамма-2, оно есть логично, что переписывается вот таким образом. Очевидно? А что изменилось по сравнению с исходным условием? Оно же так и выглядело. Значит, вот у нас такое уравнение. Мы должны в уравнение засунуть граничные условия, чтобы решать уравнения. Граничные условия не живут отдельно, они живут внутри уравнения. Нет, Дима, я не понял, вопрос вообще. Ну, можно вот следующий слайд? Да. Ну, здесь написано, что ДУПДН на границе равно же 2. Оно было задано изначально? Да, мы его вставили в уравнение, получили вот такой член, который... А, да. Да, вопросов нет, понятно. Краевое условие третье. Опять поставили, получили... Понятно, да? Дим, вы напрямились, вам понятно? Ну, просто нормальную производную из граничного условия заменили через функцию и правую часть, правильно? Да. Да, понятно. И краевое условие один. Подставьте, пожалуйста, что получим. А что значит уравнение и написано не уравнение? Ну, член уравнения, да, член уравнения. Подставьте, Дмитрий, что мы получим, подставив это краевое условие? Я не понимаю, если честно. Вот я тоже не понимаю, как его можно подставить. Потому что краевое условие на функцию у, а у нас в числе и уравнении нет функции у. У нас есть производная, которая отдельно живет. Ну и что мы сделаем? Ну, можно интеграл расписать. Да нет. Мы не будем... ДУ по ДН перекинуть... Как помните? Не будем? Премесленники. Мастера не философствуют, не будрствуют. Это про могильщиков говорите, да? Так что мы сделаем? Мы зададим граничное условие на функцию В. Можем такое задать? И тогда у нас будет такое превращение. Вы согласны? Я, если честно, не успеваю так быстро ухватывать. Функция В это ведь пробная функция. Но она принадлежит той же области определения, что исходная. Ну, значит, она обязана удовлетворить на границе вот такому условию. То есть, в принципе, не... Условия такого типа. Ну да, да. А мы сами можем его подогнать под ноль, чтобы нам было веселее жить. Если это функция из той же области определения, тогда да, все правильно. Да. В принципе, ничего... Согласен, да? Да. Дима диссертацию защитил на решение вот таких уровней. Не таких. Вас сложнее были, конечно. Просто там было не лапласа. Разница. Извращенный лапласа. Разница никакой. Ну и вот у нас получилась вот такая вот задача в слабой формулировке. Да? Да. Согласна. Ну, просто вот все члены собрали опять, после того, как граничные условия забили груды. Ну и что нам остается? Теперь нам нужно переписать в наш FreeFem. Итак, FreeFem это у нас просто некий язык описания. Это не, может быть, можно сказать, не Тюринг полный язык программирования. Это язык для описания решений вот таких систем. И запишем в виде FreeFem. Вот очень простая запись. Понятно, да? Есть ли вопросы? Значит, dx это встроенная функция FreeFem, означает d по dx. dx это встроенная функция FreeFem, означает d по dy. И dz, отсутствующая тут встроенная функция FreeFem, обозначающая d по dz. Значит, градиент V, градиент U, это имеется в виду их скалярное произведение самое обыкновенное. Да, это произведение, да. А нет ли градиентов в FreeFem, чтобы, так сказать, написать град 1 на град 2 вместо ручного расписывания? Я боюсь, тогда вам нужно будет и вставлять туда и кривизну, и второй схолтен, то есть, кручение и третий схолтен, деметричность. Вы таким путем далеко зайдете. Я не понимаю, почему градиент должен задержать ужасы, которые вы сказали. Это же просто градиент. Что значит просто градиент? Значит, то, что вы написали, сократить запись, используя встроенную функцию градиента, не более. Значит, вот то, что вы сказали. Вот тут вот записан координат для орто-нормированных отглидовых координат. Ну да. На самом деле там у нас вот эта красивая штучка. Ах, ладно, я понял, да, все, понял. Вот эта штука, да, привязана координат. Понял. Это будет расписано как ковариантное производное. Ковариантное производное, как вы знаете, содержит еще символы Кристофеля, да? А если у нас кручение, то тензия кручения туда же впадает. А нельзя ли? Ну, ладно, я понял. То есть это будет сложнее использовать градиент встроенный, нежели руками расписать сразу градиент для декартовых координатов. Потому что откуда мы знаем, почему вы думаете, что у вас декартовые, а вы полярные, откуда она знает, что у вас квадратная область? Ладно, я ответ понял. Вы пытаетесь усложнить задачу. А TH это область? А TH это сеточка. А, тогда… На границе, сеточка на границе. Понял, TH это сеточка. Значит, итак, у нас все вот это решение гиф-уравнений состоит, в частности, из трех частей, да? Еще раз повторю. Первое – это препроцессор. Второе – решатель. И третий – постпроцессор. Препроцессор что делает? Он берет границы и строит на них сеточку. Сеточку как внутри области, так и на границах строит. Понятно, да? Решатель берет… Причем, как он делает? Он берет сеточку, строит, и потом на сеточку еще накладывает функции, по которым мы раскладываем наше решение. То есть базовые функции. А мы где-то ему подсказываем, какого порядка… Ага. Значит, дальше. Потом решатель решает все это. И потом постпроцессор что-то с этим делать, например, визуализирует или что-то еще. Значит, int 1, 2 – это понятно, что это сеточка на границе. Такая. Значит, третья. У нас ситуация такая, что он не умеет решать… Ну, грубо говоря, один член зависит от функции u, а другой не зависит. Если мы напишем внутри одного интеграла сумму, то он не сможет это решить. Но это ограничение системы. Значит, дальше у нас, опять же, понятно, интеграл по нашему пространству. И последнее – это просто задание граничного условия. Поскольку мы первое граничное условие не смогли засунуть в наше уравнение, мы его задаем отдельно. Понятно, да? Честно, непонятно. Мы, граничное условие первое, не смогли засунуть в уравнение. Мы упростили уравнение, задав граничное условие на функцию v, но то, что u равно g1, мы никак уравнение не следаем. Так, да, понятно. Поэтому нам нужно его тут засунуть отдельно. Да, так понятно. Продолжение следует. значит для работы с редакторами у нас есть следующее мы можем работать в нормальном редакторе нормальных редакторов 2 и и и макс но у них достаточно кривая обучение крутая поэтому для первоначальной работы можно использовать типа а у нас а так построен поверх электрона электрон это фактически но вы знаете эклипс да он на яве написан это фреймворк и на нем написано куча всяких айти это еще капитона пайчар все все на эклипсе второе направление это у нас электрон то есть фреймворк на основе хрома и на нем написано куча редакторов под кучей я понимаю два редактора атом и visual studio значит волею судеб получилось так что часть всяких штучек под атом сделано часть по письмо студия вот сейчас мы атомы будем использовать значит что я тут поставлю установить пакет я установлю пакет какой себе раскладочку чтобы удобнее было не думать вот это вот это вот это вот это Где-то неспешно он все равно сделает. Значит, раскладочку и давайте посмотрим вот FreeFem, у нас, опять же, несколько пакетов, можно FreeFem Афишу поставить. Можно немножко увеличить? А вы сядьте поближе. А где у нас кеглик-то увеличивается? Ну нет, это... Контр-плюс. Без клавиш как объяснить? Нет, как вот чтобы навсегда это было. Контр-запятая и там у нас тройка. Ну ладно, давай FreeFem у нас ставится. Почему он так долго-то? Ладно, бог с ним. Мы все равно пока не писать собираемся просто смотреть файл. Давайте вот файл открыли. Значит, суть такая, что я тут две переменные задал. Значит, базируется на... Чем? Базируется на C++. То есть из C++ язык создан. Значит, две переменные создал. Дебаг это переменная, которая будет делать вот что. Вот у нас печать. Вот. У нас она по умолчанию на экран выдает результат. Если мы не зададим wait, то она проскочит и мы ничего не увидим. Ну и вывод сделает в паскриптовский файл вот этот вот. Значит... А black это значит, он у нас будет паскриптовский файл черно-белый делать. Соответственно, вначале можем задать false и тогда все будет по-другому. Значит, вот у нас ширина области, высота области. Понятно? Квадраки. Вот у нас чудесные наши границы. Значит, тут границы нужно задавать в параметрическом виде. То есть вводится параметр T, как часто бывает. Ну, через натуральный параметр, а не через какие-то всякие календаты. Вот мы построили границы. И вот у нас наша программурка напечатает наши границы. Давайте мы посмотрим, как это будет выглядеть. Значит, это у нас make-файл. В make-файле у нас freefema2 freefema++ и freefema++ no window. No window просто как компилятор работает, ничего не рисует, а просто отрабатывает. Значит, а мы вот тут задаем freefema++ и наша программа. И вот то, что у нас тут и должно быть. Вот наша граница нарисовалась. Значит, после того, как мы сгенерили границу, область, граница, мы генерим сетку. Значит, что тут, что означает. Значит, в скобках у границы идет количество точек. Ну, я 40 задал. 40, наверное, слишком много, можно меньше, но неважно. 40 точек на каждой границе. На разных границах можно, естественно, задавать разное количество точек. И вот он, базируясь на этих количестве точек, генерит с помощью build mesh, собственно, сеточку. Это у нас тут печатаем сеточку. Дебаг у нас включен. Значит, нам достаточно нажать мышку и он напечатает нам сеточку. Вот такую сетку он сгенерил. Собственно, проблема этого метода была в том, что не умели нормально генерить сетки. Вам кажется, что сетку нужно лучше, по-другому генерить? Она несколько странно выглядит. Может быть, это из-за деталей прорисовки? Она из треугольников. Это понятно, что она из треугольников. Просто, наверное, квадратную область треугольниками красивее не сделать. А вот кривую область, наверное, можно покрасивее. Значит, это все у нас предпроцессор идет. У нас, кроме... Значит, все используют тоже сторонний генератор сетки. Он просто его отмонтировал и использует генератор сетки. Дальше мы, собственно, задаем конечные элементы. То есть, что это такое? У нас метод конечных элементов стоит в том, что мы функцию представляем в виде суммы ряда, раскладываем по вот этим вот базисным функциям. Значит, P2 — это один из видов базисных функций. Там P1, P2, P3, P4, Pn и так далее. В общем, весь список базисных функций прописан. Каждая функция для какой-то определенной задачи хорошо ложится. Вот P2 такая попсовая простенькая функция. Она выглядит просто как треугольнички. Пирамидка такая? Пирамидка, да. Именно вот как пакетик с молоком. А P1 тогда или что? Я вообще не помню. P1 кусочный постоянный. Да, вот такие штучки. Как это? Столбик. Столбик, да. А P3, стало быть, это сглаженная пирамидка уже? Нет, то там какие-то извращения я даже не скажу. Значит, соответственно, мы на этом пространстве вот вот этих хитрых функций задаем U и V. Дальше определяем дополнительные функции, которые входят в наши интегралы. и записываем нашу слабую формулировку. Ну, то, что вот мы сделали. Значит, тут у нас два оператора solve, то есть решить и проблем. проблем не решает задачу, он просто ее задает. Зачем проблем? Это для задач, которые нестационарны. Тут, в принципе, такой финт применяется. Если у нас задача нестационарна, а он не поддерживает нестационарные задачи сам по себе, то мы делаем так. Мы разбиваем ось времени на N частей и решаем в каждом моменте времени эту задачу. Поэтому нам не solve, не решение, а нужно задать задачу и потом вызывать и решать в каждый момент времени. Как он производную по времени аппроксимирует? Или Бог его знает? Это он никак не аппроксимирует. Это вы аппроксимируете. Вы ее задаете каким-то способом. Еще раз говорю, он это не умеет делать. То есть это финт, когда вы просто дискретизируете производную по времени. Ну, например, самым простейшим, да? УТ плюс Дельта Т минус УТ разделить на Дельта Т. Конечной разностью. Конечной разностью, да. Вы умные слова всегда подберете. А если производная вторая, тогда там надо слои, как бы связанные друг с другом, значит... Но он может так решить? А, ну все, тогда понятно. Он это может делать, просто это вручную нужно делать. Ага. И, соответственно, он рисует. Вот наше решение. Собственно, вот так у нас распределяется температура. Вот у нас снизу нагревка. Тут у нас конфорка. Нагрев идет, температура идет. Тут у нас, как вы помните, фиксированная температура. То есть, фактически, или толстая сталь, или завернутая во что-то. Термос, может быть, не знаю. Чебунок какой-нибудь стоит. То есть, видите, вот тут температура все фиксируется и не двигается дальше. Ну, а тут, как Дима сказал, крышка открыта и все кипит. Ну, и эта картинка очень хорошая, но она при выступлении не убивает зрителей. Она двумерная. Зрители как раз вот… Спектрограмма нужна. …воспринимают, а вот трехмерные уезжают с трудом. Спектрограмма нужна. И мы эту же картинку делаем, но только закрашиваем красочкой. А вот такая картинка уже всех зрителей поражает своей красочностью. Если бы еще время шло, и она бы менялась, это великолепно просто. Когда есть время, то тогда делается так. Или у нас все приходит на стационарный. Мы можем задать несколько картинок, расположить, ну, скажем, по очереди, да? Или мы можем из них собрать видео. Ну, вот это не просто. Специалист по этому, Мегран Нельсинович, он даже написал в своей методической методичке, да? Как из картинок собрать видео. Да, Мегран Нельсинович? Написал. Написал, да. Можно гифку. Гифка уже в прошлый век, да? Кроме того, она не везде воспроизводится. А Мег 4 везде воспроизводится сейчас. То есть, одной командой мы все это в мейкфайл запихнем, и одной командой будем все это считать. В результате получается вот такая чудесная, великолепная штучка. Вот, собственно, все очень просто, как вы видите. Это крайне простая вещь. Когда крайне простая система уравнений, которую мы исследуем. В следующий раз, наверное, все-таки мы по необходимости пройдемся по решению дифференциальных уравнений обыкновенных и стахастических дифференциальных уравнений. просто вспомним, вспомним, как их решать. Меган Мельцинович помнит всегда это, да? Да. А мы вспомним вслед за ним. Это стахастические уравнения? Да. Это пока будет еще не в частных производствах. Нет, мы кратко вернемся назад, вспомним то, что было раньше в нашей жизни. Потому что, как Анастасия Вячеславовна помнит, у нас дипломная работа у магистров состоит в том, что они решают один Фоккера Планка, а другой Лонжевена, да? Оба решают и то, и то, да? Вы уже поменяли идею работы. Все, можно встречать. Спасибо. Z-Stull Focus. Да. Спасибо.